Я, честно говоря, хотел спросить другое. Правильно ли я понимаю, что в свое время развал Советского Союза был результатом деятельности Запада, вы считаете? Ну, просто по тому, что вы говорите про... И Горбачев, и Шеварднадзе рассказали, я не знаю, сколько у нас есть времени, они мне рассказали элементарно, что сделал Рейган. Рейган зверски, резко понизил цены на нефть, взвинтил гонку вооружений, и в результате Горбачев и Шеварднадзе позвали ведущих советских физиков и спросили, а что это, стратегические оборонные инициативы, что это, ядерные эти все вещи, что делать нам? Физики сказали, это блеф, это все ерунда, не парьтесь даже. Через месяц физики попросили встречи снова и сказали, нет, это не блеф. И для того, чтобы угнаться за Америкой, нам понадобится 20 лет и зубы положить на полку. И тогда началась перестройка, гласность, демократия. Вынудили, выкрутили руки. Точно так же Советский Союз-то почему распался? Это было следствие того, что начали выкручивать руки. А все началось с вторжения Советского Союза в Афганистан. Вот этого мир перенести не мог. Это противоречит вашему же тезису, что в январе 90-го года самые зубастые советологи не могли ничего предсказать. Нет, не противоречит, я вам объясню почему. Процесс был запущен. Они не могли предсказать, когда и куда это вырулит. Но процесс был запущен. И дальше, вот если бы вы пригласили как-нибудь Леонида Кравчука, Станислава Шушкевича, Геннадия Бурбулиса по одному человеку от каждой республики советской, они бы вам рассказали, как под влиянием всего этого, приехав в Беловежье для совершенно других целей, они вдруг сели за стол трезвые абсолютно и вдруг развалили Советский Союз. Но это было не вдруг. Это было следствие из запущенного коллективным Западом процесса распада.